Сегодня мы расскажем вам об одном удивительном явлении и до какой-то степени попытаемся его объяснить. Мы уже сняли два предварительных ролика, в которых показали часть опытов. Но сегодня мы воспроизведем для начала основной опыт. У нас имеется конденсатор, вот одна его обкладка, сделанная из фольги, вот вторая обкладка и вот лист пластика, который изолирует одну обкладку от другой. Собираем конденсатор и давайте зарядим его до 10 киловольт. А теперь разберем конденсатор, снимаем верхнюю обкладку, убираем пластик в сторону и прикладываем одну обкладку к другой. Ничего не происходит, никакого разряда здесь не слышно. Ну теперь наверняка, если и был заряд, то он выровнялся между обкладками. В принципе можно потрогать рукой, я никакого разряда не чувствую. Вернем на место пластик, положим обкладку сверху, а теперь давайте замкнем обкладки снова и между ними проскакивает достаточно мощная искра. Откуда же взялся этот заряд? Мы же замыкали обкладки друг на друга. И кажется, что заряда здесь быть не должно. Неужели весь заряд сосредоточен вот в этом тоненьком листе пластика? С этим мы и будем разбираться в нашем фильме. Этот опыт первым проделал Бенджамин Франклин еще в середине 18 века. В качестве конденсатора Франклин использовал так называемую лейденскую банку. Это была обычная стеклянная банка, заполненная водой. Банку ставили на свинцовый лист, а сверху в нее опускали металлический стержень с зарядником. Такой конденсатор можно зарядить, приложив разность потенциалов между электродами. Франклина интересовало, где же находятся заряды внутри лейденской банки? Допустим, говорил он, что заряд находится в воде. Чтобы это проверить, я вылью на электризованную воду и заменю ее обычной водой из чайника. Но прикоснувшись к этой новой воде, Франклин все равно ощущал электрический разряд. Из этого он сделал вывод, что электричество хранится в стекле, хотя и передается от стекла в воде. Но мы-то с вами знаем, что как стекло в опытах Франклина, так и наш пластик являются изоляторами и не проводят электрический ток. Значит, если заряд на них все-таки есть, то он должен быть где-то на поверхности. Давайте это проверим. Зарядим наш конденсатор. Зарядили, разберем его. Ну и теперь можно попробовать найти, где же там на поверхности заряд. А нету тут ничего. Вот никак меня не щелкает, не бьет. Да, но у нас заряды же плюсы и минусы должны быть на разных сторонах этого листочка. Давай это проверим. Давай. Взялись. Вот так взяться надо, да? Да. И теперь мы сделаем так, опыт так, как делала Франклин. Хороший разряд. Значит, заряды действительно расположены где-то на поверхности листочка. А теперь давайте попробуем зарядить пластик напрямую. Я держу плюсовой контакт на нижней обкладке конденсатора, а Андрей вводит минусом по поверхности пластика. При этом слышно потрескивания и какие-то шорохи. И озоном, кстати, тоже неплохо пахнет. Да, это коронный разряд, с помощью которого сейчас и заряжается пластик. И о коронном разряде у нас есть отдельный фильм. Рекомендуем вам его посмотреть. Ну, а теперь мы снова соберем наш конденсатор. И эту обкладку, я напомню, мы никак не заряжали. Кладем ее сверху. Слышны потрескивания характерные, кстати. По-видимому, это заряды перешли на нее отчасти. И замкнем обкладки. Отличная искра. Значит, действительно, нам удалось зарядить пластик его поверхность. И вот может показаться, что все уже понятно. Что у нас на листе диэлектрика с двух сторон расположены заряды противоположных знаков. И они очень сильно притягиваются друг к другу. И поэтому, когда я подношу руку, например, к минусам, они не переходят на руку. Они притянуты к своим плюсам. А когда я замыкаю цепь собою, поднося руки с двух сторон, то они просто проходят по мне, как по проводнику. И происходит разряд. Но мы посмотрели некоторые опыты в интернете. О многих опытах вы нам рассказали в комментариях. А некоторые мы еще придумали сами. И все эти опыты, они не могут быть объяснены, исходя из этой простой и понятной картинки. И сейчас мы вам покажем некоторые из них. И вот первый опыт этой серии. Давайте мы сейчас снова зарядим конденсатор. Теперь разберем его и свернем пластик в трубочку. Если у него на одной стороне положительные заряды, а на другой отрицательные, то тогда при таком сворачивании заряды должны касаться друг друга, противоположных знаков. И может быть пластик при этом разрядится. Даже вот так еще покручу немножко, чтобы поплотнее все прилегало. А теперь снова разверну эту трубку. Положу на место. Так, подсоединяю. И уже сейчас что-то подозрительно шипит. Ну давайте посмотрим, что тут у нас. Давайте посмотрим. Искра очень даже приличная. Это означает, что при таком скручивании трубки никакого разрежения заряженного пластика не произошло. Второй опыт. Возьмем вместо одного листочка два листочка. И зарядим их, как обычно. Кладем внешнюю обкладку. Заряжаем. Убираем верхнюю обкладку. И согласно нашей модели, заряды должны находиться на внешних сторонах этих листов. На одном отрицательные, на другом положительные. А теперь перевернем листочки. Так, чтобы заряженные поверхности оказались внутри. Между двумя листами. А снаружи никаких зарядов по смыслу сейчас нет, правда? Да. Ну давайте это проверим. Так, раз. А вот и искра. Так откуда же взялся заряд на внешних, незаряженных поверхностях? Так. Два опыта мы сделали. Теперь третий. Снова с двумя листочками. Кладем второй лист. Так. Аккуратно. Собрали. Давай зарядим. Так. Зарядили. Зарядили. А теперь смотрите, что мы сделаем. Мы снимем верхний лист вместе с электропкладкой. Положили. Ну и хочется сейчас взять и попробовать вот так разрядить. Ну честно скажу, что можно разъедить даже пальцами. То есть никакого заряда на электродах сейчас нет. Хотя не каждый соприкасается со своим заряженным пластиком. А теперь давайте все соберем обратно. И бра-бум. Проверим. Опять искра. Ну и в общем вот эта серия опытов, она заставляет нас прийти в некоторое недоумение. Надеюсь, что и у вас тоже. Как же так? Как это все происходит? И вот мы снимаем уже третий ролик на эту тему. Провели много опытов. Вы написали множество разных комментариев к предыдущим двум роликам. И у нас появилась простая модель, которая вроде бы многое объясняет. Но видно, что она объясняет далеко не все. И в такой ситуации очень важно провести границу между тем, что мы понимаем, и между тем, что мы не понимаем. Как сказал Конфуций, то, что знаешь, считай, что знаешь. То, что не знаешь, считай, что не знаешь. И это и есть знание. А среди комментариев, которые мы получили на первые два ролика, были и такие, в которых нам указали, что пластик, который мы используем, а это лавсан или по-химически полиэтилен терифталат, обладает весьма своеобразными диэлектрическими свойствами и относится к классу электретов. И теперь мы предлагаем вам посмотреть в интернете, что такое эти самые электреты и подумать, можно ли объяснить опыты, которые мы здесь проделывали, на основе электретной природы этого пластика. Ваши соображения на этот счет. Пишите, как всегда, в комментариях к этому ролику на YouTube.